И чем тут гордиться? Какое тут развитие за 30 лет? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, в каком ужасном списке для каждого из нас Таджикистан находится на первом месте. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних и важных событий. Таджикистанцы тратят 25% своей зарплаты на оплату коммунальных услуг, электричество, воду и завывоз мусора. Если считать связь, интернет и транспорт, то расходы вырастут еще на несколько процентов и могут составить половину заработанных денег в течение месяца. Думаю, уже многие получили платежки и, простите, охренели. Онлайн-база данных об условиях и уровне жизни в мире Намбео обновила информацию по итогам 2021 года. Согласно этим сведениям, жители Таджикистана в среднем платят за коммунальные услуги 375 самони в месяц. В реальности эта цифра колеблется между 225 до 600 самони. В стоимость входит оплата электричества, отопления, водоснабжения и вывоза мусора. При этом официальная средняя зарплата, по данным Минтруда, составляет 1520 самони. Таким образом, на оплату коммунальных услуг жители Таджикистана тратят почти четверть своей зарплаты, почти 25%. И это при том, что она действительно такая, как ее представляют в документах. А на самом деле она еще часто ниже. Это самый высокий показатель на постсоветском пространстве. В Кыргызстане расходы на услуги ЖКХ составляют 17%, от средней зарплаты. В Узбекистане 13%, в Казахстане 7,5%. Как вы относитесь к таким показателям? И как у вас обстоят дела с оплатой за коммунальные услуги? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В других странах бывшего СССР тратят на коммунальные услуги от 10 до 15% зарплаты. Во время исследований аналитики издания включили в основу стоимость коммуналки, электричество, отопление водоснабжения и вывоз мусора. За квартиру площадью 85 квадратных метров в столицах стран. Отметим, что в 1928 году в Советском Союзе ввели единую систему взымания квартплаты. Тарифы на коммуналку не менялись годами, а граждане тратили на услуги ЖКХ от 5 до 10% зарплаты. И, наверное, это лучшее, что можно было придумать. Но на самом деле в комментариях к этим постам люди очень часто пишут, что на коммунальные услуги у них уходит в разы больше денег. Например, если в семье работают муж и жена, то, скорее всего, вся зарплата жены будет уходить чисто на коммунальные услуги. И это жутко, вы согласны? Как вы думаете, кто должен регулировать эти цены? И адекватны ли они вообще в нашей стране? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Давайте уже поднимать эту тему. Ведь когда, как не зимой. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Известно, что во многих странах мира уже начали бунтовать за цены на коммуналку. Видимо, мы все ближе к этому. Вы согласны? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok